Красноярцы наверняка заметили, что с приходом августа погода сильно изменилась. По словам синоптиков, первая декада последнего летнего месяца будет теплой, но дождливой. Температура воздуха днем не будет опускаться ниже плюс 24 градусов, а ночью ниже плюс 10. Однако, по словам синоптиков, в конце недели в центральные и южные районы края придет похолодание, грозы, дожди и сильные порывы ветра. Суббота на воскресенье, на текущей неделе, то есть мы ожидаем прохождения контрастного фронта, когда будет ветер, то есть с грузами, градом возможно. Но я не говорю, что в Красноярске будет зафиксирован град, но по территории, в окрестностях это возможно. То есть с усилением ветра до 15-20, местами до 24. То есть может быть ветер будет где-то сильнее, но сейчас мы пока как бы даем такой прогноз. После этого, уже начиная с воскресенья и практически всю вторую декаду, у нас температурный фон станет заметно ниже. Ночные температуры будут в пределах 9-14 градусов и дневные от 17 до 22. Завершится месяц прохладной погодой, ночью температура от 3 до 8 градусов тепла. И здесь есть вероятность слабых заморозков в воздухе на почве до 0-1. В середину августа тоже будет прохладной и дождливой. Синоптики говорят, что осадков выпадет больше нормы. Также будут образовываться туманы. Поэтому сотрудники МЧС просят всех автолюбителей быть внимательными на загородных трассах. Также в Красноярском крае закончился купальный сезон. Специалисты говорят, что вода уже холодная и можно легко получить переохлаждение. Температура воды ниже 18 градусов – это уже опасно. То есть нахождение на водном объекте в нетрезвом состоянии – это всегда опасно. Поэтому предупреждаем – соблюдайте максимум осторожности, особенно при нахождении на воде. Особенно если кто-то, так сказать, будет ловить рыбу. В Енисеи температура нормальное время, когда тепло – 9 градусов. А сейчас температура будет снижаться до 5-4 градусов. А вот конец августа ожидается достаточно теплым. С дневными температурами плюс 22-24 градуса. Но прогноз на 1 сентября пока не радует. Синоптики обещают дожди. Однако стоит отметить, что это только предварительный прогноз погоды и все еще может измениться. Екатерина Погорева, Дмитрий Демченко. Новости.